Когда мне было 15 лет, я постоянно участвовала в соревнованиях по плаванию. Тренировалась каждый день. Я любила это дело, и у меня отлично получалось. Но я взяла и бросила спорт. Ее внешность далека от глянцевого стандарта. Ее дразнили и в детстве, и в юности. Ее пугали, мол, никто замуж не возьмет. А она все равно стала уверенной в себе. Я бросила плавание не потому, что мне не нравился спорт. Я бросила его потому, что мне не нравилось, как я выгляжу в купальнике. И главная тема ее выступлений – красота. Не та красота, которую навязывает кино и реклама, а естественная, свободная от предрассудков и предубеждений. Я всегда чувствовала себя неправильной, хотя в действительности я оглядывалась по сторонам и понимала, что выгляжу как все. И все равно я стеснялась и стыдилась своего тела. Когда я поняла, что это медиа показывает женщин очень особым, очень выборочным методом, у меня открылись глаза. Я осознала, как сильно мной манипулировали, заставляя думать, что красота – это главное в моей жизни. Теперь главное в ее жизни – это уверенность и реализованная мечта. Маленькая отважная женщина в большом городе Нью-Йорке, который она покоряет очень необычным способом. Она написала книгу, в которой доказывает женщинам, что бодипозитив – это самое настоящее здоровье. Впервые я задумалась о бодипозитиве на первом курсе колледжа. Вернее, даже просто осознала, что что-то было не так с моим восприятием своего тела. Я выросла просто помешанной на том, как я выгляжу. Я думала только о красоте и о потере веса. И тоже было с моей сестрой. А еще их постоянно сравнивали, оглядывая с ног до головы. У нас с Линдси разные способности. У нее хорошо получается красиво писать. На мне же основные тезисы самого исследования. Линдси и Лекси – сестры-близнецы, которые выросли в консервативном штате Юта в религиозной мормонской семье. Детство состояло из сплошных правил и запретов. Девочек постоянно сажали на строгие диеты. Кто-то мог бы обрасти комплексами. Они же, наоборот, превратили свою слабость в силу. И обе получили ученую степень, защитив диссертации по теме бодипозитив. Теперь книга. 10 тысяч экземпляров и крупные американские магазины. Один из способов, которым обычно пытаются поднять женщине самооценку, это сказать ей, ты красивая такой, какая ты есть. Мол, все твои недостатки делают тебя красивой. Эта идея распространялась десятилетиями. А на самом деле женщины из-за нее только ненавидят свою внешность еще больше. Должен быть какой-то другой подход, более эффективный. Способ помочь людям избавиться от этой навязчивой идеи о внешности. Нужно не только осознавать, что красота – это не самая важная наша характеристика, и что типов красоты намного больше, чем обычно показывают в СМИ и социальных сетях. Важно понимать, что человек – это больше, чем тело. Отсюда и название книги «Больше, чем тело». Ее послание – это не классический псевдокомплимент «Ты красивая, несмотря на…», а идея, что с телом все в порядке, вне зависимости от того, как оно выглядит. Когда у людей получается психологически переключиться и перестать думать, красива ли я, достаточно ли я хороша, они начинают обращать внимание на то, как они действительно ощущают себя в своем теле, как они проживают в нем свою жизнь. Мы используем еще один девиз, который помогает людям немного переключиться. Он звучит так. «Твое тело – это инструмент, а не украшение». Эти слова дают понять, что тело должно служить человеку, а не человек-телу, что оно – это механизм, через который ты исследуешь мир, а не мир – тебя и твое место в нем. И, видимо, этот подход вызывает у людей отклик, ведь книга Линдси и Лекси Кайт уже переведена на многие языки мира и скоро выйдет на русском. Ася Долина, Владимир Толкачев для проекта «Щи». Нью-Йорк.